Итак, здарова народ, с вами снова я, Нейзи, и сегодня я хотел бы поговорить о таком... Я бы не назвал это сериалом, но многие называют это сериалом, это вообще задумывалось как let's play, то есть The Long Dark, да, поначалу это был let's play. Мы... прям, я настраивал всех медведей там, волков, делал лут, дроп, и начинать мы хотели так, типа. Всем привет, с вами Петух, Зимон и Нейзи, и сегодня мы будем выживать в тундре, вот и всё. Но потом мы поняли, ну, вернее, я понял, Зимону-то вообще насрать было, главное, чтобы просмотры были. Но об этом позже, я могу вам записать видос, да, но я его запишу, конечно, кое о чём, вам понравится, наверное. Ну вот, собственно, на чём остановился? На том, что мы, вернее, я в один момент понял то, что это дерьмо! Зачем делать let's play, когда можно сделать RP let's play? RP let's play, типа, RP, roleplay, переводится как отыгрыш роли, то есть роль игра. Да, вот так. И решили, типа, мы отыгрываем роль и с инвентарём, с прочей хренью, там, в некоторых сериях был даже 2 money items. Ну вот, и решили сделать мы вот такой вот RP let's play, типа, let's play с RP хренью, вот, с отыгрышью роли. Ну, надеюсь, это нормально вышло, вот, то есть у моего персонажа был такой, ну, прям, боевой характер, а у Зимана так, какой-то, не знаю, поехавший дебил, вот. Такие дела. Значит, что я хотел бы рассказать насчёт сюжета? Да, то есть в этом видосе будет и рассказ о сюжете, и о том, как я делал это, даже покажу вам всё. Так, об этом далее. Собственно, о сюжете. Итак, два героя, я и Петух Зиман едут домой, да, со студии. Ну, типа, они какие-то там крафтюберы, не знаю. Ну, короче, Ютуба там нет, там какая-то другая система. Вот, и они там, типа, популярити, вот. Едут домой на своей тачке, и тут их сбивают машины. Ну, вы это видели. И тут, пардон, они просыпаются. И не видят, ну, вернее, видят зиму. Да, они ехали зимой и попали в зиму. То есть прямо в тундру, там ни дорог, ничего. Вот. Только лес сплошной, да, постройки. Вот, они бегут в первый же дом, там отогреваются, тыры-пыры. Ну, вы это видели, господи. Чё вам рассказывать это? Ну, вот. И мы думали, что это будет не хоррор. Не хоррор. Но, когда зима заорал, тогда я, честно, насрал штаны. Я такой прибегаю, ну, на импровизации-то было, это не было запланировано, когда он заорал. Вот, я прибегаю, такой, ты чё орёшь, да? Вот, я не орал. И вот тогда-то я понял. Можешь взять задумку с Виндиго. Виндиго, это такой, какой-то тарабарский дух, блядь, не знаю. Вот, типа, дух голодной зимы. То есть, человек, например, ну, кого-то завалило там, и жрать нечего. И они наедине с другом. И один чувак убивает другого чувака, и начинает жрать его. То есть, заниматься каннибализмом. То есть, пожирать себе подобных. И начинает он жрать его, и превращается в Виндиго. Какую-нибудь двухметровую херобору. Вот. Ну, и... Теперь он, короче, когда превратился в Виндиго, он больше не хочет ничего, кроме человеческого мяса. Ну, и они боятся огня, кстати. Вот. То есть, вот такой миф о Виндиго. Кто играл в игру Until Dawn, ну, или смотрел прохождение, ну, или вообще знает. Игра там про Виндиго, вот, можете посмотреть, кто не знает. Прикольно. Ну, вот. Взял я задумку с Виндиго. И... Вот. То есть, это охрененно было. То, что Виндиго у нас главные персонажи. Ну, фу, персонажи. Антагонисты. То есть, протагонисты это главные герои, а антагонисты это отрицательные. То есть, плохие. Ну, вот. И... Собственно, они могут имитировать звуки. То есть, они могут запоминать голоса. Там могут, например, запомнить какие-нибудь звуки, голос, например, какие-нибудь фразы. И потом повторять их. То есть, вот, Виндиго, пожалуйста. Ну, так, насчет сюжета. Собственно, вот. У нас Виндиго. И, короче, во время того, как я пошел рубить дрова, я услышал, как кричит Зимон, да? Ну, это как-то нелогично, потому что до этого он не кричал. Ну, ладно, насрать. А, не... Ну, может, кричал где-то. Ну, коран, блядь, похуй. Вот. И, да, самое главное, то, что я хотел сказать. Они находились во сне. То есть, когда их сбила фура, это, то есть, было наяву. То есть, их наяву сбила фура. Вот. То они, как бы, попали в кому оба. И так получилось то, что у них, типа, секонд, типа, двойное сновидение. То есть, они попали в общий сон. То есть, когда они проснутся, ну, выйдут из комы, то они будут все помнить об этом сне. Вот. Такие дела. То есть, они сейчас в коме. То есть, их мозг может напридумывать что угодно. То есть, у них общий сон. Вот так. И вот. То есть, он мог напридумывать что угодно, блядь. Но так как последнее было снег, вот, мозг решил придумать их снег. Вот. Далее. Значит, вот, обосратушки там пошли. И там нашли дневник. А, ночью стучались. Да. Ночью стучался. Это был Виндиго. Один из особей Виндиго. Виндиго там дохуя было, как вы видели по этому. Ну, по конечному концовке. Вот. Виндиго там просто тучей, тучей. По ночам нельзя выходить. Типа, в окно смотреть нельзя. А то запалят сволочи. Также у них не было инфракрасного зрения. А было только... Знаете, у них зрение как слабенький тепловизор. То есть, через стены они видеть не могут. А вот огонь почувствовать могут через стены. То есть, прям жестко через стены волхачить они не могли. То есть, а то бы это слишком читерски. Потому что, когда мы в магазине зажали, да, они бы просто спалили этих двух. Вот. То есть, да, и плюс, к тому же, когда персонажи не двигаются, да, они их видеть не могли. Но так как тупо мы не могли санимировать в самом Майнкрафте все это, да, я не мог санимировать, то я просто решил сделать, что в темноте полный, они заходят и там хуячат-хуячат. А, ну, ближе к концу, там уже, там можно было разглядеть его чуть-чуть, но только глаза, когда он прыгнул на Зимона, и он, ему такой ебальный факел, он так пшшшшш. Вот, мне было жалко Виндига, на самом деле. Вот. То есть, сюжет вот такой вот. По-моему, вообще нормас. И да, то есть, они выживают, выживают. Вот. И под конец, вот эта вышка, она упала, хрен пойми, от чего, не знаю, ветер подул, еще хрень какая-то. Но, возможно, возможно, Виндига ее снесли. Я сам даже не понял, зачем мы ее снесли. Ну, чтобы мы не могли дозвониться. Вот. А когда пролетел вертолет, да, спасательный вертолет, то, ну, главные герои залезли в него там. И посрались от Виндига всех. То есть, там, этот Зимон выбежал, стрельнул из фаера, фаергана, флеергана, вертолет. Ну, не вертолет, воздух, блядь, он бы сбил его. Ну вот. И вот, все сбежались на этот флеерган. То есть, видели много глаз, это были Виндигы. И они смотрели, но не нападали, потому что у меня был факел в руках. Вот. И потом, когда вертолет прилетел, да, они, наверное, обосрались от звука и убежали все в кусты. Так вот. Ну, под конец там был один смелый Виндига довольно-таки, ну, так сказать, жесткий самый типовый ВЖК, который ничего не боится. И он попытался на нас напасть, но я успел отпрыгнуть. А спасатель, ну, это он, кем был. Вот. Спасатель успел закрыть дверь, и мы улетели. Ну, так как это не спасатель, вообще никто это, так как мозг сам придумал это все, то просто он все знал. И когда он сказал про машину, да, то это просто знал сам мозг. То есть, мозг сам все придумал, сам себе историю придумал. Но когда Зимун и я очнулись, то они будут все помнить. То есть, в конце, в конце, когда мы улетели, да, и Онке под конец сказал вот эту фразу, типа, придется новую машину покупать, то тогда я очнулся от комы. И Зимун тоже. То есть, одновременно очнулись. Такие дела. То есть, на этом сюжет заканчивается. А, и да. Так как, помните, типа, записки этого, ну, типа, лесника, не знаю, ну, сделали, короче, записки его. Типа, он вел наблюдение за Виндигой. Вот. Это мод, на самом деле, был. Вот. То есть, я позаимствовал, то есть, я позаимствовал эту модельку Виндига, запихнул ее, сфотографировал с двух ракурсов. Типа, ну, он сам фотографировал ее, там, камеры расставлял, тыры-пыры. Сделал немножко черно-белым-то все. Так, типа, рябь добавил, типа, ночь. Ну, короче, эпично получилось, нормас. Вот. Ну, он еще вел наблюдение за ними. И это помогло выжить нам. Ну, еще вот прикольный был момент, когда нашли этот дневник одного из охотников, так сказать, который ушел. Вот. А, и людей там нет, как бы. Люди. Все, это уже не люди, это вот эти вот твари. То есть, они все, я считаю, не знаю. А, то есть, пришел один Виндига, ну, был один чувак, короче, из шахтеров завалили в шахте той, да, они пожрали друг друга, этот стал сильнее, да, стал Виндига двухметровым, выбежал оттуда всех, короче, покусал, вот. И те тоже начали шахать друг друга, и вот. Короче, людей там нет. А, и один кто-то писал, не, много людей писало, типа, почему Виндига выбежал на улицу днем? А потому, что он спровоцировал, это, Зимон спровоцировал его, то есть, он выстрелил ему в рожу, вот. А, такие дела, вот он и спровоцировал его на выход. А так они и света вообще не выносят, то есть, не могут, ну, этот взбесил его просто. А, ну, и, возможно, тот Виндиг, который выбежал, это был вожак, кстати, который на чертаке жил. Вот. Ну, остальные там в лесах жили, везде. А, и в самом этом, коротко о бункере. В бункере там было, ну, короче, Виндига уже сломали вентиляционную систему где-то за два часа. Ну, как бы, они уснули, да, ну, главные герои, и Виндига сломали вентиляционную систему. Ну, и поэтому, когда проснулись, да, то там уже пикало от того, что вообще уровень кислорода нуле, считай, почти что. Вот. А потом они вырубили и это, сигнализацию, чтобы, ну, не было паники. Ну, умные, короче, сволочи. А, и поэтому, вот. Ну, за это они отхватили, конечно, леща, факел. Вот. То есть воздуха тогда было уже мало, поэтому главные герои задыхались. Ну, и, конечно, вот, двери сами открылись, когда пришли. Ну, блядь, когда воздуха не хватало, короче. Я просто уже где-то, вон, восемь часов, я молясь, устал уже. И, пиздец, глаза слипаются. Не знаю, что-то слишком рано. Ну, вот. Теперь не об этом. Хочу показать теперь анимации, да, на сюжете, на сюжете закончили. Вот. А, еще хотел сказать на счет Охотника, да. Типа, вот, если бы не он, да, то просто главные герои сдохли. Реально. То есть он открыл глаза, так сказать. Ну, видимо, его уже укусили, когда он, ну, был дома и следил за ними. И поэтому сам ушел, чтобы никого не покусать, там, не пожрать. То есть холодная, голодная зима. Все. Такие дела. Так, а теперь я хочу приступить к анимации. Показать вообще анимации, как там, что было. Ну, вам тоже интересно, думаю. Так, собственно, сейчас покажу вам анимации. А, так, с какой бы начать? А, с самой первой. Давайте там, где тачка. Там, где тачка едет. Так, вот, файл. Вот, а, то есть загружается тут все сейчас. Ой, только придется сейчас выключить кое-что, а то лагает, блядь, жесть. Вот, ну, тут просто много деталей на этом, на этой сцене, так сказать. То есть сейчас вы увидите, как я вообще делаю анимации, там, прочее. Так, ну вот, более-менее лагов не будет, блядь. Ну, ладно. Короче, сейчас покажу вообще, как делать с анимацией. То есть, вот, машина, да, вот так она выглядит со стороны. То есть внутри она прям топ выглядит, вот, то есть нормастая. Вот. Вы спросите, почему сейчас день, да, а потому что. Вот почему. Я еще могу включить рендер, но тогда еще пиздец будет. Вот. То есть без рендера. То есть вот так вот я сидел анимировал это все. С машины тут Зимон за рулем, да, одной рукой такой ведет. Тут я, вот видите, камера вот эта вот. Вот эти полосочки серые, это камера. Так, тут еще две фары. Так, и, как вы видите, это локация из Лонгдарка. Вот этот дом, кстати, мы еще не достроили к этому моменту. То есть я уже вырезал его отсюда. То есть вот этот дом не достроен еще. Так, а вот тут вот фура, да? Короче, сейчас переместимся на момент с... с машиной. Вон она. Сейчас придется подлететь, молясь к ней еще побыстрее. То есть... Сейчас еще жесть какая-то. Тут просто жесть, как много объектов на этой анимации. И вон 20 FPS. То есть вот, видите? Как со стороны это все выглядит? Вот. Вот так со стороны это все выглядит. То есть вот я лечу сейчас с помощью камеры. Ой, под снег провалился. То есть вот, как со стороны это все выглядит. Вот сейчас еще ущерб будет. Смотрите. То есть с рендерингом вот так вот выглядит это все. Я не успеваю за ней. Так, еще давайте сюда. То есть это еще не рендеринг, да, полный? Это так. Ну вот как с рендерингом выглядит. Но с рендерингом я не могу, так как он просто не будет читать. Вот я могу показать тут еще активную камеру. Active Camera. То есть вот, видите, вот он едет, башкой там махает, тыры-пыры. Но вот, то есть... Сейчас вот вообще жесть лагает. Ну, так как у меня компьютер дерьмо. И это только эта карта... Фу, сцена. Так, какая еще анимация была? А, вот, собственно, превью как выглядит. Смотрите. Как выглядит само превью, то есть, которое стоит на всех появьюшках. То есть вот как это выглядит со стороны, смотрите. Наслаждайтесь, блять. Ябаный насрал. Вот как это выглядит. То есть... Я целюсь волка. Тело отделено у меня от ног. И вообще я провалился куда-то. Левая рука больше. Видимо, дрочил много ей. Вот. Волк такой озлобленный стоит. И Зимон замахнулся на него топором. Но с рендерингом это выглядит вот так. Некрасиво. Еще некрасиво. Вот. То есть вот. Вот так вот с полным рендерингом выглядит. Вот уже более-менее вот так вот. То есть... Вот это уже более-менее так. Это Dead Space какой-то. То есть вот от первого лица вот так это выглядит. Но плюс я еще в Photoshop и дорисовывал вот эту вот руку ему. То есть вот как это выглядит. Превью. Так. Сейчас покажу еще что-нибудь. Например, анимацию с... Этим. С Виндиго. То есть вот как она выглядит. Сейчас покажу самого Виндиго. Вот он. Ебаный. Вот. То есть как выглядит эта анимация. Ёпта. Блядь. Не. На самом деле вот тут реально крипово это выглядит. То есть тут такая голова появляется. Тут и говоря. Все. Вот. То есть на самом деле вот он довольно-таки, блядь, страшный. На самом деле. То есть анимация выглядит вообще пиздец угарно. Но вот тут вот это жесть. Так. И покажу последнюю финальную анимацию еще вам. Так. Это. Где? Где-где. Во. Сонки. Полностью, полностью покажу. Тут с вертолетом, с говнолетом совсем. Давай крейтинг модели. То есть вот как это все выглядит. Вы думаете там прям, жесть, все детали прорабатываю. Но, что не в поле зрения камеры, то... Ну, забиваю я на это, понимаете, чуваки. Ну, не нужно мне это. Так. Вертолет уже висит. Так. А где наши друзья? Эй. А, или это уже вертолете. Ёпта. Куда они переместились? Короче, вот смотрите. Они должны стоять вон там вот, но... Так как я кое-что намудрил, они теперь стоят вот тут. Ну, представьте, что они вон там, короче, стоят вон внизу. Вот там вот, вот там. Вот. Смотрите. Подходит. Типа у него в руке должен быть флэрган. Смотрите. Оп. Типа выстрелил, да? Давайте посмотрим от первого лица, как это выглядит. То есть вот. Я подхожу к нему такой. Бум. Вот. То есть представляете себе все. Короче, он выстрелил. Сфлэрган. Тут появляются, короче, эти виндига. До хрена, до хрена штука появляются. Но, блядь, так как я удалился... А, вот, 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 вот. Вот они, вот они. Так, закройся. То есть давайте от первого лица. От первого лица будем. Так. Вот, смотрите. Типа мы вот тут стоим. Да? И вот. Где они? Вот. Первый глаз. Где? Вот второй. То есть это... Это ничего. Это просто вот квадратики. Понимаете? То есть у них ни головы, ничего нет. Просто квадратики. Вот. Так. Давайте теперь с момента, где приземляется вертолет. То есть вот приземляется вертик. Вместе с героями класса. Приземлился. Так, тут тонкий такой вылезать. Но почему-то наши персы еще там. Лол, че? А. Вот, блин. Со стороны ты в низде цыгарно выглядишь. Ну, погоди. Так, 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 так. С какого момента? Вот с этого. Давайте посмотрим. То есть вот от первого лица вообще найс выглядит. Смотрите. Так, улетел куда-то, блядь. Вот. То есть... Тут... Я намудрил че-то с анимацией. И поэтому у меня пиздец тут просто, ебаный. Вот. То есть... Могу показать самого Виндиго. Вот так он выглядит. То есть это тот волк, да, из превью. Но, блядь. Когда вот эта хуйня на тебя выглядывает... То есть смотрите. Тут он пиздец низкополигональный. Я сам с него угораю. Это просто жесть. Ну, вы посмотрите. Но вот тут вот так вот, блядь. Вот если... Вот так вот, блядь. Сука. Вот посмотрит на вас такая хуйня ночью. Вот вы обосретесь просто. Я, блядь. Где мой доширак, сука? Вот. Хочу теперь показать вам анимацию внутри. С этим... Сонки. То есть вот мы запрыгнули. Бам-ц. То есть он... Этот... Зимон уже отрубился. Но я буду вам все показывать. Типа. Вот. То есть вы думаете, что вертолет летит, да? Но не нужно ему лететь. Вот просто вот. Лопасти уже остановились. Да. А этот сидит базарит. Вот там. Книжка, тыры-пыры. То есть вот как это выглядит. Не, ну тут он еще нормас сидит. То есть вот. Я посадил его более-менее. Ну просто для первого лица. А... Онки стоит такой, типа... Похуй. Каждый день такое происходит. Вот. Зимон еще от крючки. То есть... То есть... Не, вертолет еще летит, но лопасти не крутится. Вот такие вот дела. Такие пироги. Тут где-то... Тут где-то вообще он остановится, да? Как я помню. Да, вот вертолет остановился. Смотрите, анимация продолжается, но вертолет остановился. То есть вот смотрим вот сюда. То есть он посмотрел вниз, посмотрел сюда. Вот. И все. И пизда. Закончилась анимация. Не, ну вертолет на самом деле прикольно выглядит. Я долго его делал. Прикольно. Как монстром я. Так же выглядит снизу. Так. С анимациями все показал. Вот и все, собственно, с анимациями. Итак. Думаю, на этом можно уже заканчивать. Спасибо тебе, что досмотрел этот видос до конца. И вот, видишь, я же не обленился и сделал этот видос. А, и не надо писать, что я умер. Я не умер. Все, вот и недельку не делал видосы. Ладно. Вот, я не обленился и сделал видос. Так что, до скорого. А что можешь сделать ты для меня, а? Пока.